Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить». Это ежедневная информационная программа в обзоре наших авторов. Как и всегда, наши журналисты расскажут о наиболее актуальных темах, которые произошли в этот вторник. Вот краткий анонс информационного выпуска. Неужели вновь авария? На площади Победы вновь начала образовываться яма. Пост приняли. Рязанские школьники и кадеты организовали возле Вечного огня пост номер один. Нужно качество. Прокуроры ведут проверки автозаправочных станций региона. Ну а теперь во всем подробнее. Пожалуй, главным сегодняшним событием стало возобновление аварийной ситуации на площади Победы. Там опять на том же самом месте возле монумента Победы, где ровно неделю назад провалился асфальт, вновь начала образовываться трещина. Судя по видеокадрам, сделанным в середине нынешнего вторника, провал начинает расширяться прямо в том месте, где еще в прошлый четверг аварийщики устраняли последствия прорыва тепломагистрали, а дорожники затем положили здесь асфальтовую заплатку. По информации от областной госавтоинспекции, движение будет перекрыто по крайней правой полосе, если двигаться со стороны Московского шоссе в сторону центра города. Данный участок дороги будет регулироваться инспекторами ДПС. Ограничения для личного и общественного транспорта не предвидятся, однако ситуация может измениться, сообщают дорожные полицейские. Напомним, что 13 мая в Рязани на перекрестке Первомайского проспекта и проезда Завражного произошел прорыв в тепломагистрали, вследствие чего провалилась часть асфальтового покрытия. Двое суток аварийные бригады устраняли течь, и в четверг движение было возобновлено. В общем, пока непонятно, почему произошел повторный провал. Это некачественно выполненные работы или же некачественный материал. Любая проблема решаема, так что это решится, ни особенных нет проблем. А как вы думаете, почему проваливается? Плохо сделали? К тому же плохо сделали, конечно. Когда едешь, например, в университет, приходится как бы объезжать, а там жуткие пробки, и опаздываешь на занятия. А почему? Вы думаете, она провалилась? Может, какие-нибудь подземные воды, я даже не знаю, если честно. Кстати, проблемами качества только уже автомобильного топлива в масштабах страны в конце апреля заинтересовался президент Владимир Путин. Он на совещании правительства подчеркнул, что низкое качество горючего является в некотором роде хищением. По его словам, это обман потребителя. И 29 апреля глава государства поручил Генпрокуратуре и другим ведомствам разобраться с вопросом качества автомобильного топлива. Работники областной прокуратуры совместно с прокуратурой Октябрьского района и специалистами Росстандарта провели проверку бензина на ряде автозаправок города. Проверка предусматривает как определение качества бензина и дизельного топлива, так и выявление нарушений в оформлении документации. Установлено, что в документации на автозаправке, на которой мы сейчас находимся, на улице Большой, имеется ряд нарушений. Так, в накладных не прописан класс дизельного топлива, какое-то дизельное топливо. Ну, по всей вероятности, как объясняет руководство автозаправки, не пропечатано в накладных, но это следует здесь дальше проверять. Также имеется нарушение при оформлении кассовых чеков. Также неправильно указывается вид дизельного топлива и определенные данные этого топлива. Сейчас прокуратурой устанавливается, насколько серьезны данные нарушения. Работа по проверке заправочных станций будет продолжаться. И снова об автомобилях и автолюбителях. Дорожные полицейские продолжают задерживать пьяных водителей. За вчерашний день выявлено больше десятка таких горе-автомобилистов. К сожалению, не всегда задержание происходит до совершения ими дорожных происшествий. В свете последних событий становится понятно, что и на тротуаре пешеходам приходится держать ухо востро. Вечером 18 мая на перекрестке улиц Октябрьская и Станкозаводская 35-летний житель Вологодской области, управляя автомобилем Рено Логан, при повороте не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на стойку пешеходного светофора. На тротуаре в это время находились молодые люди, парень и девушка, которые ждали зеленого света. После того, как водитель сбил светофор, он наехал на 18-летнюю девушку. С травмой головы пострадавшая была доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия инспекторы ДПС установили, что водитель автомобиля сел за руль в состоянии опьянения. При его освидетельствовании на состоянии опьянения прибор показал 1,27 мл алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Чуть позже на улице Новоселов у дома 53-28-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2106, не справился с управлением и столкнулся сразу с четырьмя припаркованными на конечной остановке маршрутными такси. Задев автомобиль Пежо покасательный, Жигули проехали, зацепив автомобиль Форд и на полной скорости совершили столкновение с третьим маршрутным транспортным средством. Удар при столкновении пришелся в левую водительскую дверь, после чего по инерции микроавтобус врезался в рядом стоящее транспортное средство. В результате дорожно-транспортного происшествия серьезные травмы получил сам водитель автомобиля ВАЗ-2106. С черепно-мозговой травмой он госпитализирован в больницу. Вечером того же дня на Московском шоссе 26-летний житель села Льгова, не имея водительского удостоверения, управляя скутером Ямаха на мосту через реку Павловка, где сейчас ведутся ремонтные работы, не справился с управлением и столкнулся с железобетонными ограждениями. Водитель был в шлеме с различными травмами, он был госпитализирован в больницу. Дорожные полицейские уделяют повышенное внимание и безопасности при перевозках детей. Несмотря на крупные денежные штрафы, рязанские автомобилисты продолжают перевозить юных пассажиров в салоне автомобиля без специальных удерживающих кресел. Сегодня прошел очередной рейд внимания детей, в ходе которого сотрудники ГИБДД проверяли правильность перевозки детей. Ведь ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом по-прежнему не теряет своей актуальности. На территории Рязанской области за 4 месяца 2015 года произошло 58 дорожных транспортных происшествий, в результате которых 62 ребенка получили травмы различной степени тяжести. Из них 27 дорожных транспортных происшествий, в результате которых пострадало 29 детей, являвшихся пассажирами транспортных средств. Половина из которых не были пристегнуты ремнями безопасности и перевозились без детских удерживающих устройств. Нарушителям грозит наказание по данной статье штраф в размере 3000 рублей. Это сопоставимо со стоимостью детского кресла. Так что выбор очевиден. И безопасность детей, и сохранность семейного бюджета. Уважаемые водители транспортных средств, госавтоинспекция напоминает вам, что здоровье ваших детей находится в ваших руках и не стоит прибегать к правилам перевозки детей в избежание наступления нежелательных последствий. Стоит помнить, что для надежной защиты юных пассажиров необходимо не просто наличие удерживающего устройства, но и правильное его размещение в салоне автомобиля, а также в соответствии росту и весу ребенка. Сегодня 19 мая день пионерии. В 1922 году Всероссийская конференция Комсомола по поручению Компартии организовала первые пионерские отряды. Пионерские отряды участвовали в общественных работах, в субботниках. Они помогали бороться с детской беспризорностью и безграмотностью. С начала 30-х годов пионерские объединения начали формироваться во всех школах, а в период Великой Отечественной войны организовывались массовые тимуровские движения, которые всячески помогали советским семьям, фронтовикам, собирали металлолом, дежурили в госпиталях, а также принимали участие в посадке и уборке урожая. Социальная иерархия «Октябренок пионер-комсомолец» была направлена на создание у советских детей и подростков внутреннего стержня, стремление расти и совершенствоваться. В 1991 году с распадом СССР мощь пионерской организации была значительно подорвана и, начиная с этого периода, постепенно сошла на нет. Сейчас пионеров довольно мало, но ребята старших классов, тем не менее, пытаются поучаствовать в общественных инициативах и помогать людям. Накануне прошел пятый городской слет участников детских патриотических объединений под названием «Равнение на победу». В Рязанском дворце молодежи состоялся пятый городской слет участников детских патриотических поисковых и общественных объединений волонтерских отрядов «Равнение на победу», который был посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Почетными гостями мероприятия стали сами ветераны. «К сожалению для себя, впервые с портретом деда прошел в этой многотысячной колонии и действительно было приятно идти по улицам города Рязани. И когда, нельзя назвать их зрителями, они находились на трудуарах, кричали друг другу с победой, мы победили, люди плакали. Это действительно были слезы радости. И сидящие сегодня в этом зале ветераны, они наверное немного устали от праздников, но тем не менее огромное вам спасибо, что вы нашли время прийти на наш слет. Мы вас как всегда приветствуем улюбим. Ребята, давайте похлопаем ветеранам». На слете были подведены итоги работы образовательных учреждений по патриотическому воспитанию молодежи в течение учебного года. Это поисковые деятельности, организация работы поста номер один и музейная педагогика и работа волонтерских отрядов. Благодарственными письмами были отмечены самые активные образовательные учреждения и педагоги. В течение года принесение вахты памяти на посту номер один среди учащихся. Определились лучшие часовые, которые получили дипломы и ценные подарки. Также на слете продолжили добрую традицию посвящения в почетные часовые. Кстати, в эти выходные рязанские школьники соревновались между собой в рамках областной школы безопасности. Эти состязания проводятся при поддержке сотрудников МЧС и направлены на обучение ребят внештатным, а порой и экстремальным ситуациям. В деревне Сажнево Рязанского района Рязанской области прошли областные соревнования школы безопасности. В них приняли участие более 200 школьников из 22 районов Рязанской области. Юные спасатели прошли дистанцию спасательной работы на акватории, ориентирование на местности и действия команды в условиях чрезвычайной ситуации техногенного характера с элементами поисково-спасательных работ, преодолели пожарную эстафету и дистанцию под названием спасательной работы на акватории. Все участники соревнований имели необходимые снаряжения для организации полевого лагеря, а также личное и командное специальное альпинистское снаряжение. У каждой команды была единая форма и атрибутика. Ребята жили в полевых условиях на протяжении всех соревнований. Сначала команды спасали человека с условной льдины, оказывали помощь утопающему. В завершении испытаний необходимо было метнуть в цель спасательный круг. После этого ребята должны были преодолеть дистанцию ориентирования на местности с выходом на контрольную точку. Испытание по виду действия команды в условиях чрезвычайной ситуации техногенного характера с элементами поисково-спасательных работ предполагало поиск пострадавшего в затемненном подвале, извлечение потерпевшего из-под бетонной плиты, оказание ему доврачебной помощи, эвакуация пострадавших с четвертого этажа здания. Все действия юных спасателей отслеживались и оценивались опытными студиями-туристами, педагогами и методистами Центра детско-юношеского туризма и экскурсий, активистами регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Безопасность проведения соревнований обеспечивали пожарные и сотрудники поисково-спасательной службы на воде Рязанской области. Конечно, справились все отлично. А в средневозрастной группе первое место заняла команда из Екшурской средней школы Клепиковского района Рязанской области. Второе призовое место заняла команда Спасской средней школы Спасского района Рязанской области. Третье место заняла команда города Скопина. В старшей возрастной группе победителями стали девятиклассники школы номер 47 города Рязани. Лучшим теперь предстоит отстаивать честь региона на состязаниях Центрального федерального округа в Липецкой области в июне этого года. Надо отметить, что подобные мероприятия стали уже доброй традицией, ведь привлечение молодежи и воспитание культуры безопасного поведения – приоритетная задача. И, конечно, хочется искренне надеяться, что эти ребята не только приобрели навыки спасателя, но и научились дружить и помогать друг другу. Рязанцев предупреждают об усилении ветра. По данным Рязанского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 мая на территории области ожидается ветер порывами до 20 метров в секунду. Подробнее в репортаже Натальи Новиковой. После мрачных и дождливых выходных и довольно прохладного и ветреного начала недели природа наконец-то все же решила перейти из осени в лето. Теплеть в Рязани начнет постепенно, и уже к концу недели ожидается совсем летняя погода. Уже с середины недели характер погоды изменится благодаря поступлению теплых воздушных масс и субтропических широт. В среду существенных осадков не ожидается ночью плюс два, плюс семь. Правда, местами возможны слабые заморозки на поверхности почвы. Днем плюс шестнадцать двадцать один. Четверг осадков также не ожидается и станет еще теплее. Ночью плюс пять, плюс десять. Днем уже от двадцати одного до двадцати шести градусов тепла. Благодаря хорошему дневному прогреву и близости атмосферных фронтов на западе и на севере постепенно вновь вернется неустойчивость в воздухе. Поэтому ближе к выходным, пятницу, субботу, воскресенье, вероятность кратковременных локальных дождей не исключена. Возможны грозы. Температура воздуха ночью плюс десять, плюс пятнадцать. Днем плюс двадцать четыре, плюс двадцать девять градусов. В общем, пора готовить шорты и летние сарафаны. А там, глядишь, и до открытия купального сезона рукой подать. Кстати, согласно народному календарю, сегодня день и ово-горошника. Раньше считалось, что это самое время посеять горох. А из примет смотрели за утренней росой. Если большая роса и солнечный день, это к доброму урожаю огурцов. Таковы были старинные приметы. И на этом наш новостной выпуск подошел к концу. Ну а далее в эфире программа подробностей. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города, Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии. В том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова